Если кто-то из ваших коллег сегодня не может к нам присоединиться, то значит он сможет увидеть все, что у нас происходит в записи. Представлюсь, там написано, что… Вообще-то меня зовут Роман Аненков, вот это я немножко в кадре мелькну, потом выключусь, потому что важно сейчас не как я выгляжу, а как выглядит RPM и как в нем права назначаются. Я менеджер продукта, Rubius Project Manager и, соответственно, мой святой долг помогать нашим пользователям, в том числе и нашим партнерам, разбираться в том, как работает RPM, получать обратную связь, соответственно, работать над возникающими проблемами, ошибками, новыми запросами и так далее. В общем, некое связующее звено между нашей командой разработчиков и всеми вами, уважаемые слушатели, пользователи и партнеры. Со мной вместе соведущий Илья Орлов, он, вот видите там, карандашик его, мой коллега, мы вместе работаем над одной и той же задачей, над тем, чтобы нанести в плане управления проектами вам некую непоправимую пользу. Что сегодня ожидается, в общем-то, мы будем следовать обещанному и разберемся как раз-таки с важной темой, с тем, вообще, как разграничиваются права и полномочия в Rubius Project Manager, из чего они состоят, что эти права и полномочия означают и как это выглядит на практике, мы, соответственно, тоже немного посмотрим. Как мы будем с вами общаться? Я ожидаю, что вопросы, которые у вас будут возникать, вы можете писать в чате. Слева внизу в углу он находится и по мере возможности буду отвечать я или будет отвечать Илья, тут, я думаю, для вас это не так уж важно. Что еще по регламенту? Я думаю, в час мы уложимся, может быть, даже быстрее, так, чтобы вы могли сориентироваться по времени. Хорошо, давайте сосредоточимся теперь уже на нашей работе, на нашей задаче. На всякий случай контрольный вопрос. Как меня слышно? Как видно картинку на экране? Если все нормально, например, поставьте плюсик или что вам удобнее. Нет звука, Эмиль. Так, ну, вообще-то у большинства есть. Значит, он от нас точно выходит. И, в общем, ничего мне не придумаю, как предложить проверить на вашей стороне. Так, что мы напишем? Мы предложим... Так. Устройство вывода звука. Можно проверить, да. Возможно, низкое качество связи. Такое тоже бывает. Низкое качество связи. Я пишу, потому что бессмысленно давать устные инструкции тем, у кого нет звука. Так, в любом случае будет запись. Друзья, я следую обычной логике, такой нормальной, вполне здравой, как мне кажется. Если у кого-то качество приема звука и картинки нормальное, значит, все, что от нас зависит, на нашей стороне, мы сделали правильно. Если какие-то дальше есть проблемы с приемом видео и звука, ну, тогда вы всегда сможете потом вернуться к записи. Да, хорошая идея, что можно попробовать переподключиться к вебинару. Будем считать, что исчерпали мы на этом организационные вопросы. И я предлагаю приступать уже к сути дела. Да, во второй раз предлагаю. Сам себе предложил, сам приступил. Так, свою картинку выключаю, чтобы у нас было больше места и внимания на сути происходящего. Сейчас мы немножко дадим больше пространства для чата. Поменялся ли я, да? Чат больше стало у нас? Ну, вот я этого и хотел добиться. Во-первых, начну с того, что Rubius Project Manager – это всего лишь один из продуктов, который выпускает компания Rubius. И вообще нам всегда очень приятно и необычно, когда наш один RPM вообще полностью называют Rubius. Ничего там плохого, естественно, нет, но мне бы хотелось, чтобы вы знали, что вообще у нас больше 100 сотрудников, что мы вообще целиком российская компания и делаем продукты как очень сложные, так и нарочито простые, связанные и с управлением проектами, и связанные с видео, с 3D, с 4D моделированием. То есть огромный спектр вообще вещей, которыми занимается наша команда. У нас есть аналитики, у нас очень хорошие разработчики, хорошие тестировщики. В общем, осмелюсь сказать, что компания большая и умеющая решать самые сложные задачи. И вот имейте в виду, что Rubius – это вот такой очень большой бренд RPM, если только некоторой частью того, чем мы занимаемся. Ну, это так, просто познакомиться с теми, кто, возможно, о нас мало знает. Значит, переходим теперь непосредственно к вопросу, связанному с правами в RPM. Я буду все демонстрировать на примере Rubius Project Manager самостоятельной программы. Она не находится в данном случае в составе системы электронного документа оборота PilotEyes или Lotsman PGS. Но с практической точки зрения разница сейчас для нас с вами небольшая. Мы не будем рассматривать ситуации, когда из-за неправильной конфигурации, ну, там, возможно, что-то, из-за каких-то ошибок, что-то пошло не так. Мы берем ситуацию, когда у нас есть программный продукт, он работает в штатном режиме, и как надо его, на каких этапах правильно настраивать для того, чтобы хорошо распределить, разграничить полномочия разных пользователей. Так, значит, кто-то показывает, что у меня Rubius Project Manager, ну, у меня вот стоит вот такая версия. Она может отличаться от вашей, может быть, на тот момент, когда кто-то будет смотреть записи, все уже будут постарше, посвежее, и все нормально. Те различия, которые есть между RPM как самостоятельным инструментом и RPM в составе PilotEyes и Lotsman PGS, в данном случае практически несущественно. Практической разницы здесь нет. Итак, что у нас есть? У нас есть система управления проектами, в которой одновременно могут работать много людей. Так, ага, Виктор, мне очень жаль, что нет у вас звука, и вы даже не слышите то, что мне сейчас жаль. Ну, я все-таки должен продолжать. Работает одновременно много людей, и, естественно, хотелось бы разграничивать полномочия, разграничивать доступ для того, чтобы, если кому-то не надо что-то видеть, чтобы он этого не видел. И, соответственно, выдавать какие-то специальные права в соответствии с должностью, с задачами, которые есть у каждого человека. Вот сейчас я покажу вам. У меня запущены два экземпляра Rubius Project Manager. Под двумя разными пользователями я зашел. Это именно в тестовом режиме делается. Вы никогда у себя с одной машины так сделать не сможете. Ну, по разным причинам. Это просто не штатный режим работы. И вот, что я хочу вам показать. Обратите внимание, вот рабочий стол. На нем одни данные сейчас. Мы видим, что у нас здесь 20 проектов, задач 740, ну и так далее. В работе, в разработке завершенных проектов какое-то количество есть. И вот, пожалуйста, я открываю под другим пользователем RPM с той же самой базой. И у меня совершенно другие данные, которые соответствуют именно тем полномочиям, которые у меня есть. Соответственно, мы с вами понимаем, что у нас есть исполнители, которые вообще не прикасаются к планированию. И у них, кроме модуля заданий, больше ничего не видно. Они видят только свой журнал заданий. Но в данном случае он находится здесь непосредственно в этом же интерфейсе. Вот только это. Видят только журнал заданий и могут отчитываться по трудозатратам. Все остальное просто недоступно. Но даже если у нас есть начальники подразделения, у нас есть гипы, у нас есть директор, у нас есть коммерческая служба, у нас есть еще какие угодно службы, которые причастны к планированию, каждый из пользователей будет видеть именно то, что доступно ему в соответствии с его полномочиями. Вот, допустим, вы сейчас видите, да, вот разница. Этот экран, еще раз, 3 проекта, 30 задач, ни за что не отвечаю. По 5 задачам исполнитель. Ресурсы, ну, мы ресурсы всегда видим все. При необходимости это тоже можно настраивать. И вот второй экран. Скажите, пожалуйста, те, у кого видео показывает, успеваете вы рассмотреть то, что я демонстрирую? На всякий случай я лучше переспрошу. Спасибо. 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 Итак, с чего мы начинаем вообще раздачу прав и каких аспектов вообще вопрос прав полномочий может касаться. Давайте мы обратимся к тому, что вообще есть HELP, есть справочная система к RPM, которая доступна вам из ваших экземпляров. Если вы еще не пользуетесь, ну, значит, вот я могу вам показать. В данном случае вот справка справа в углу вызываем и справку открываем. Вот все это доступно. И в справке есть раздел, который называется управление правами доступа. В общем-то, ну, опять же, я являюсь человеком, который в данный момент в первую очередь дописывает справку. И, между прочим, обращаясь к вам с просьбой, если здесь вы не находите что-то для вас важного, или, бывает так, нашли какую-то ошибку и опечатку, буду очень признателен, если вы мне дадите обратную связь. Но сейчас самое главное, что есть раздел управления правами доступа. И в нем у нас есть три главы. «Права доступа к проектам», «Права доступа к задачам» и «Права доступа для ролей в конфигураторе». Здесь, пожалуй, больше всего непонятности, и фактически мы с этого должны начинать, потому что именно с настройки ролей вообще начинается управление доступом в RPM. Для этого нам надо зайти в конфигуратор, конфигуратор RPM. У меня заранее все запущено, будем считать, что мы все уже умеем это делать и не будем на этом фокусироваться. Открыта, разумеется, та же самая база. Так, сейчас открываем. Псс. Вот когда мы открываем конфигуратор RPM, у нас есть два раздела. Это ресурсы и второй раздел роли. Я специально вернулся сюда в самое начало, чтобы показать здесь наши ресурсы. Как вы понимаете, здесь тестовая база, она небольшая, количество людей немного. И мы будем тестировать все на взаимодействии двух пользователей. Это вот Роман Анинков, это я же, с полномочиями администратора. И на всякий случай в явном виде я написал еще роль ГИП, хотя мог бы этого не писать. Итак, смотрите, что любопытно. У нас есть конкретные пользователи, каждому из которых, помимо прочего, назначена определенная роль. И есть те, кому не назначена никакой роли. Это очень важно. Теперь идем во второй раздел, который называется роли. Напоминаю, мы сейчас внутри конфигуратора находимся. И что мы видим? Слева мы видим список ролей. И, в общем-то, мы можем их все поубирать. Сейчас я все их поубираю, как будто их и нет. И начнем с самого начала. С того, что у вас есть, когда вы только установили RPM, только зашли в конфигуратор, что же вы там увидите? Вы увидите две роли, которые даже администраторам удалить, к счастью, невозможно. Это роль администратора, которому, разумеется, можно все. Он все видит, имеет доступ везде, и у него нет никаких ограничений, кроме логических ограничений, которые могут возникать в плане графики. Ну, например, невозможно сдвинуть на диаграмме Ганта начало какой-либо задачи, если в свойствах задачи запрещено сдвигать начало. Можно быть трижды администратором, но не сможешь это сделать, пока не снимешь это ограничение. Я думаю, с этой частью все понятно. В обычной рабочей жизни права администратора, по идее, не должны быть ни у кого, кроме специально выделенного человека, который систему настраивает и вмешивается только в случае необходимости. Дальше, роль по умолчанию. У меня еще раз к вам просьба, друзья, пожалуйста, по мере того, как я рассказываю, прям возник вопрос, сомнения возникли, все что угодно, пишите в чате, или я буду успевать реагировать, или я будет вам там же в чате отвечать. Так что мы игру в четыре руки вам готовы обеспечить. Так вот, теперь, по умолчанию, это чрезвычайно важная роль. В идеале рекомендуется руками самим вам, прежде всего, выставить, везде нет доступа, потому что по умолчанию это тоже роль, и она присваивается всегда любому пользователю, если ему не назначена никакая другая роль. Соответственно, лучше вам считать, что здесь доступа нет. Если мы здесь выставим везде полный доступ, я думаю, все будет понятно. Права ролевые суммируются, и поэтому, что дальше человеку не запрети, не ограничь, все равно он будет получать максимальные права из всей суммы ролей, которые ему назначены. Ну, я думаю, логика это понятна, правда же? Вот, поэтому, обратите внимание, это первое действие, которое вам надо отметить, чтобы потом не возникало вопросов, как же так мы не хотели, чтобы человек видел этот план график, этот проект, а он его видит и редактирует. Вот, это первое, что надо сделать. Дальше, естественно, как-то вам надо соотнестись с тем, какова структура организации вообще вашей и организации именно проектной деятельности. Вы знаете, что есть этот определенный парадокс или конфликт, что иерархия организации в целом и иерархия, допустим, в проектных работах, это совсем не одно и то же. И, например, ГИПу, естественно, то есть главному инженеру проекта, ответственному за проект, может быть, можно больше, чем генеральному директору. Это нормально, я думаю, мы все это прекрасно понимаем. Однако, мы можем выделить вот как раз-таки самые ключевые роли, на которые мы ориентируем всех наших пользователей, для того, чтобы полноценно можно было понять возможности и пользу от Ruby's Project Manager. Итак, мы добавляем роль. Ну, вот мы и назовем ее, допустим, главный инженер проекта, то есть ГИП. Что можно ГИПу? Ну, давайте подумаем. Будет ли он... Мы еще пока... А, все, я понял. Вот теперь мы разберемся, что значит каждое из этих разрешений. Я думаю, как раз самое время. И мы тогда поймем, что из этого можно дать ГИПу. Ну, давайте создам еще следующие роли. У нас будет, например, скажем так, топ-менеджер. Это может быть директор, коммерческий директор и так далее. То есть это некий человек, у которого должен быть доступ к аналитике, но руками сам он в проекты никогда лазить не будет. Максимум, что ему может быть интересно в интерфейсе RPM, это какие-либо отчеты, критические точки, представление о том, вообще в каком состоянии находится проектная деятельность в организации и так далее. Но сам он не участвует в этом, как исполнитель или даже постановщик задач. Вот отдельно такую роль обычно мы выделяем. Дальше что? У нас может быть начальник отдела, я пишу так. То есть это человек с полномочиями вносить какие-либо изменения, дополнения в проект, в план график. Но, возможно, он не является ответственным за весь план график. И, соответственно, какая-то его часть подлежит декомпозиции, расписыванию на составные части, на составные задачи. Ну, в общем, он отличается от ГИПа где-то по уровню своих полномочий. Дальше что? У нас, конечно же, есть исполнитель. У нас есть исполнитель. Очень уважительно напишем полностью. Исполнитель. Как правило, это специалист, который не участвует в планировании, а только получает задание на исполнение. Таким образом мы можем его трактовать. Разумеется, у вас может быть по-другому, но, допустим, будет так. Дальше что? Поскольку речь идет здесь о людях, о графиках работы и так далее, мы можем написать здесь, например, кадровая служба. Которая, предположим, будет следить за графиком работы сотрудников. Которая будет формировать календарь и своевременно его обновлять, актуализировать. Кого еще можем добавить? Наверняка связь должна быть с какими-то расчетами финансовыми, потому что речь идет об учете трудозатрат. И, как я рассказывал в предыдущем вебинаре, что, в общем-то, мы можем обеспечить учет трудозатрат всей организации, а не только проектных подразделений. И, соответственно, кто-то должен обрабатывать эти данные. Ну, мы можем назвать, например, здесь написать расчетная служба. Еще раз скажу, это только примеры. В каждом конкретном случае вы вправе выбирать, как вы распорядитесь, в общем-то, ролями и кого из них вы хотите выделять. Достаточно или есть идеи, кого еще можно добавить? Так, ладно, будем считать, что пауза была вполне мхатовская. Не увидел я добавлений, значит, будем считать, что достаточно. Хорошо, и теперь идем по списку, смотрим, что, какие вообще разрешения у нас есть. Доступ к проектам по умолчанию, финансы, календари, справочник задач, шаблоны, пользовательские поля, отчеты по трудозатратам, мощность подразделения. А, мощность подразделения, да, прошу вас пока не обращать на это внимания, у меня такой тестовый экземпляр. И предварительное проставление фактов. Вот давайте последовательно разберемся, что из этого, что значит. Доступ к проектам по умолчанию. Если нет доступа, это значит, что все проекты недоступны пользователю, если ему не назначены иные права на сам проект. То есть, что мы имеем в виду? Допустим, нет доступа здесь, но если ГИП в рамках какого-либо проекта дал персональный доступ пользователю, то, соответственно, можно эти права получить. Вот сейчас я очень просто покажу вам, как это делается. Вот у нас есть некий план графика, облицовка фасада. Мы можем открыть свойства этого проекта, ну или плана, если говорить терминологии PilotEyes и Lotsman PGS. И здесь есть права доступа, которые вот кому-то назначены. Вот можем взять и назначить Ивану Иванову какие-то специальные права. Вообще все ему нельзя, а в данном случае можно, допустим, есть право на чтение, или мы дадим ему право на чтение и запись. Пожалуйста, можем здесь изменить эти права. Обращаю сразу ваше внимание, что права можно давать на целый отдел, на подразделение, выделять отдельных людей. То есть, здесь достаточно гибко и быстро права можно назначать и менять. Ну, пока оставим как есть. Итак, это доступ к проектам по умолчанию. Если у нас здесь будет написано чтение, соответственно, все проекты у нас доступны для чтения. То есть, можно открыть каждый план график и посмотреть, что внутри находится. И, наконец, если чтение и запись, то можно получить таким образом доступ к редактированию данных по всем проектам. Для ГИПа зависит от ваших потребностей. Можно сделать даже нет доступа, но тогда будут отдельные люди, которые будут выделять проекты, доступные тому или иному ГИПу. Ну, можем хотя бы здесь аккуратно чтение поставить. Следующий пункт. Финансы. Если нет доступа, это значит, что пользователь не видит внутри самого плана графика, внутри проекта все финансовые параметры. Сейчас мы откроем эти параметры, посмотрим. Вот мы заходим сейчас внутрь нашего плана графика. Сейчас посмотрим, о каких полях идет речь. Не представляю, сколько времени нужно, чтобы видеосигнал доходил. Ну, я так вот еще немножечко подожду. Будем считать, дошел. Вот наши поля написаны здесь. Если правую кнопку нажмем... Сейчас, минуточку. Вот таким образом мы видим сейчас все поля, но, правда, еще включая некоторые дополнительные. И давайте смотреть, что у нас касается финансов. Это стоимость ресурсов. Фактическая стоимость ресурсов. Я могу их, например, галочку снимать, чтобы было понятно. Стоимость ресурсов. Фактическая стоимость ресурсов. Так, приоритет мы оставим. Базовая стоимость. А, ну, базовой стоимости здесь в списке нет, потому что ее там видно всегда. Так, дальше оплачено. Здесь мы тоже это поле... Так, наверное, придется здесь тебе показать. Будет лучше так. Объясню, в чем дело. Потому что некоторые поля не убираются вообще, но их все равно не будет видно тому, кому не надо. Так, значит, еще раз. Фактическая стоимость. Стоимость. Оплачено. Оплачено мы... Да, все, простите. Это я просто уже зарапортовался. Оплачено это то, что мы можем увидеть в свойствах, например, задачи. Это... Сейчас. Суммарная. Сейчас, прошу прощения. Да, в свойствах проекта. Это вот раздел оплат. Его просто не будет видно тем, кому финансы недоступны. Дальше. Плановый объем. Да, базовая стоимость. Вот как раз она же здесь. Ее не будет видно. Плановый объем не будет виден. Фактическая стоимость проекта не будет видна. Это данные уже на графике непосредственно. Так, сейчас они не отображаются. Что, Илья? Да, сейчас. Первая задача проекта. Все правильно. Сейчас мы включим и посмотрим. Что у нас еще есть? Что у нас еще есть? Дальше все, что связано с методикой освоенного объема. Это как раз таки сам освоенный объем, отклонение от бюджета, индекс освоения, отклонение по срокам, индекс выполнения работы. То есть, иными словами, я думаю, уже понятно в общих чертах. Ну, кое-что показал сразу. Кое-что, ну, может быть, просто требует больше времени. Но сейчас не будем его тратить. Это вот, ко всему этому нет доступа. Просто человек не будет видеть никакие цифры. То есть, например, если занимается начальник отдела, у нас только планированием. Он не участвует никак в вопросах финансов. То есть, ставим ему нет доступа. Он просто не будет видеть эти цифры. Если мы ставим право на чтение, то пользователь видит все поля, но не может вносить данные в те из них, которые редактируются. При этом ему видна финансовая информация в диаграмме Ганта и в отчетах. То есть, он может получать отчеты с соответствующими данными. Ну, и, наконец, если мы ставим здесь чтение-запись, то пользователь, к тому же, может вносить данные во все редактируемые поля. Например, он может вносить данные в фактические фиксированные затраты по задаче. Ну, может задавать при этом, что еще, ставки сотрудников в ресурсах. То есть, например, если мы вернемся к конфигуратору, да, мы же в нем как раз и находимся, прости, то можно задавать ставки, если есть доступ на чтение-запись к финансам. То есть, здесь мы можем тогда менять вот эти значения. Можем переназначать ставку в отдельном проекте. И, возможно, вы знаете, может быть, не знали, что вообще такая возможность существует. Мы можем в свойствах проекта переназначить ставку в разделе ресурсов. Вот мы можем найти нашего Ивана Иванова и, например, изменить ему ставку непосредственно на данный проект. Вот это тоже позволяет чтение записи в финансах. Так, хорошо, где наш ГИП финансы, надо ему чтение записи. Давайте поставим. Так, идем дальше. Календари. Календари. Если нет доступа, то недоступен просмотр, в принципе, календарей в разделе ресурсы. Возвращаемся в наш проект, в наш план. В разделе ресурсы мы тогда не можем видеть календари. В данном случае он через редактирование ресурса настраивается. Не можно переопределить, назначить. Для тех, у кого доступ на чтение есть, тем можно просматривать и данные о календарях. И, соответственно, редактировать тем, у кого есть полный доступ. Будем ли мы давать ГИПу вообще сюда доступ на редактирование? Может быть и не надо. Смотреть пусть смотрит, а редактированием календарей, кто будет заниматься, может быть кадровая служба. Или, может быть, дадим ему такую возможность, чтобы он не бегал каждый раз за каким-то другим специалистом. Дальше, справочник задач. Открываем. Снова. RPM. Выходим в список наших проектов, наших планов. И, соответственно, в портфеле проектов, здесь вы видите только один, сейчас из них нет, потому что у меня фильтр включен. Поиск одновременно является и фильтром. В списке наших в портфеле проектов у нас вверху есть справочник задач. Вот как раз таки его можно сделать видимым, доступным, недоступным. И, соответственно, кому-то он просто не нужен, а кому-то он нужен. А нужен он для того, чтобы нормировать какие-то работы, которые являются абсолютно стандартными для вашей организации. И вы заранее знаете, что, допустим, расчеты при конструкции должны занимать 16 часов. И, как правило, например, не бывает такой человек, а исполнителям такой. Это то, что облегчает формирование и построение новых планов графика. То есть планировать и перепланировать задачи. Это же является местом накопления какого-то опыта практического или местом скопления нормативных каких-то элементов, которые могут постепенно добавляться. И, соответственно, качество проектной деятельности от этого повышается. Так, хорошо. Вот речь идет только о доступе сюда, к справочнику задачи. Ну, гиппу, конечно, дадим сюда доступ. Дальше. Шаблоны. Ну, здесь целый раздел шаблонов. Шаблон есть шаблон. Это очень существенная часть работы, потому что мы можем начинать всякий новый проект с того, как обращаемся к стандартному шаблону. И открывая его, то есть делая из него проект, мы получаем себе сразу готовую... Ну, в общем, шаблоны получаем, заготовку. И, соответственно, если прав нет, то этот раздел вообще недоступен, он неактивен. Если есть, то только для чтения доступен. И если полные права, то для чтения записи. И, соответственно, это распространяется и на то, чтобы мы могли, имели права или не имели прав на создание шаблона из плана, на создание плана из шаблона, ну и все дальше, что у нас может быть. Вот, допустим, если у нас нет прав на чтение, то мы проект на основе шаблона, по идее, создать не можем. Потому что мы даже не видим список этих шаблонов. То есть вот с чем связано это право. Так, шаблоны. Ну, дадим ГИПу права полные. Так, сейчас, минуточку, читаю. А если есть трубы, я спрашиваю, менеджер Enterprise для Pilot.is, версия 4 и так далее. Так, есть лицензии, хватит ли для управления планированием и формирования заданий? Алексей, вопрос, я бы сказал, он скорее философский. Потому что тут надо смотреть, как организация устроена. Сколько там людей вовлечены, простите, немножко охрип, но это не должно нас как-то беспокоить, останавливать. Что? Ну, потом ответить, на самом деле, можно и сейчас, что зависит от того, кого вовлекает вообще в процесс планирования. Так, хватит без всякой философии. Эмиль, спасибо. Но, опять же, давайте аккуратно скажем, что это мнение вашей и ваш конкретный опыт. Зависит от того, кого вовлекает в проектирование, в планирование, простите. В некоторых случаях исполнителей вовлекают в планирование, потому что считают, что это разумно. И вот, допустим, все мы с вами являемся исполнителями тех или иных задач, и нам хотелось бы вообще видеть, да, в контексте чего мы делаем нашу работу. Поэтому иногда надо брать полную лицензию и давать доступ вообще к модулю планирования в полном объеме, даже рядовому исполнителю. Вот, Алексей. Поэтому вопрос в основном именно в этом заключается. Нельзя просто по головам посчитать руководителей и сказать, что хватит. Вот тут я с Эмилем точно согласен, если, конечно, Эмиль это имел в виду. Хорошо. Дальше. Пользовательские поля. Пользовательские поля у нас есть в двух местах. Это в списке наших планов. И уже внутри плана также их можно добавлять. Вот здесь мы видим, что, допустим, у правой кнопки мы можем добавлять пользовательские поля. Это мы сейчас в портфеле проектов, ну или в списке проектов, планов, графиков находимся. Итак, если нет доступа, это значит, что пользователь не видит этих полей вот здесь в портфеле проектов и не видит диалога для их создания и модификации. В случае чтения он их видит, но модифицировать не может. При полном доступе он может зайти вот сюда, в пользовательские поля и может добавить, изменить, удалить. Значит, на пользовательские поля внутри нашего плана это ограничение не распространяется. И это разрешение не распространяется, потому что, ну, скажем так, нет аргументов запрещать здесь создавать и отслеживать эти поля. Ну, иначе там возникают некоторые логические противоречия. Ну, остановимся на таком туманном разъяснении. Короче говоря, это не ограничивается, если у человека есть, в принципе, доступ в план на редактирование. А, итак, это пользовательские поля. Значит, так, хорошо, идем дальше. Пользовательские поля мы ГИПу дадим возможность. Кому же еще как-нибудь ему. Дальше, отчеты по трудозатратам. Возвращаемся в RPM. Заходим в раздел трудозатраты. Зашли. И нажимаем вкладку наверху, третью по счету, если слева считать. Отчетность. Ну, и, собственно, это оно и есть. То есть, мы можем формировать, простите, отчет по нужному периоду, по нужным подразделениям и так далее, по нужному времени, по трудозатратам наших сотрудников. И, соответственно, вообще доступ к этому разделу имеет только тот, у кого есть соответствующая полномочия. И на то, чтобы сформировать отчет, на то, чтобы посмотреть, на то, чтобы экспортировать в Excel. Так, возвращаемся в конфигуратор. И что здесь можно сказать? Здесь два состояния фактически. Доступа или нет, или он полный. Потому что, если вы выберете чтение, ну, просто здесь не стали объединять во что-то одно, но это то же самое, что полный. Потому что, если дать возможность зайти в этот раздел, то, в общем, дальше там можно все остальное делать уже тому, кто туда попал. Ну, давайте дадим нашему ГИПу туда чтение и запись. В вашем случае, может быть, этими отчетами будет заниматься другой человек и, в принципе, можно лишить этого доступа ГИПа. Значит, дальше что? Есть стандартный отчет по трудозатратам. Сейчас в портфель проектов возвращаемся. Отчеты. Трудозатраты сотрудников. Вот это право, это разрешение распространяется и на формирование этого отчета. Дальше. Так, мощность. Давайте пока мы их не трогаем, потому что это у меня тестовый вариант. У вас пока этого пункта не будет. Предварительное проставление фактов. RPM-система настолько гибкая, что в разделе трудозатрат в табеле сотрудник может отчитаться о чем-нибудь с завтрашним числом или послезавтрашним. То есть, отчитаться о событиях, которые еще не наступили, не произошли. Это может быть для кого-то абсурдное допущение, но в этом бывает производственная необходимость. Поэтому, в принципе, мы это разрешаем. То есть, это разрешает RPM как сама система. Но отдельным людям мы это можем запрещать или разрешать персонально. Вот, соответственно, об этом и говорит этот пункт. Предварительное проставление фактов. Доступ или есть, или нет. Я не знаю, ГИПУ это должно быть доступно. Но, допустим, уважаем его, сделаем доступ. Вот то, что мы имеем по ГИПУ. И, соответственно, дальше можно уже понять, что там давать топ-менеджер. Допустим, доступ к проектам по умолчанию. Можно вообще не глядя на все дать чтение. Допустим, сюда чтение. Финансы, чтение. Есть чтение, значит, сможете сформировать отчет. Календари. Имеет право. Ну, имеет. А почему нет? Справочник задач. Имеет право. Шаблоны. Да. Пользовательские поля. Ну, их создавать ему не надо, но пусть видят. Отчеты. Еще бы, конечно. И предварительное проставление фактов. А ему это вообще не надо, потому что он там не отчитывается. Или отчитывается. Если он тоже является частью этой системы, то, соответственно, может быть, ему этот доступ и нужен. Начальник отдела. Ну, я думаю, дальше вы уже здесь можете понять. Исполнитель. Вот, давайте разберемся. Если исполнителю не надо планированием заниматься, то очень многого ему просто здесь давать и не нужно. Вот, если надо, то, соответственно, в соответствии с тем, что вы исполнителю поручаете, то вы здесь ему разрешите. Дальше. Кадровая служба. Очевидно, что имеет доступ, например, к календарям. Чтение и запись. Вот, допустим, только этим занимается человек, который вообще не причастен к проектированию. А вы вам показали, как вносить данные о календарях, как указывать данные о том, что человек на больничном, в отпуске, уволился в конце концов. Но, скорее всего, там просто надо будет уже его из базы там из активного списка выключать. Ну, или он в командировке находится. То есть, вот для этого кадровую службу мы сюда подключаем. Скорее всего, больше ничего не надо. Расчетная служба. Что надо? Только отчеты по трудозатратам. Вот мы этот доступ сюда и дали. Значит, вот, пожалуйста, и сейчас с ролями и с разрешениями по ролям я вам рассказал все, что хотел. Это важный кусок. Я специально на него потратил много времени. Еще раз обращаю ваше внимание, что в Хелпе эта информация есть. В этой части какие вопросы есть? Скажите, пожалуйста. Так, ну ладно. Будут вопросы, будут ответы. Хорошо. Потихонечку продолжаем дальше. Итак, возвращаемся все еще в конфигуратор. И вот мы видим, что есть у нас, например, Иван Иванов или кто-то еще. И мы можем назначить ему как раз-таки любую и любой набор ролей из тех, которые здесь есть. А мы не назначим. Пускай у него будут права по умолчанию в данный момент. И вот как раз-таки мы за счет этого видим разницу между рабочим столом одного пользователя и другим. Возвращаемся в наш портфель проектов. Откроем какой-либо план и откроем его свойства. Теперь то, что уже намного проще будет и понятнее. В свойствах проекта, ну или в терминологии PilotEyes и Lotsman PGS свойства плана у нас здесь, значит, есть права доступа. И вот когда, например, ответственный, у нас у проекта есть ответственный, ну, для удобства, гипом будем его как раз называть, когда он формирует вообще изначально план, определяет людей, которые имеют туда доступ, он, соответственно, может дать доступ, например, своим начальникам отделов тоже на чтение записи, что, в свою очередь, позволит им добавлять нужных людей с нужным уровнем доступа в рамках своих подразделений. Так, пока на этом сделаю паузу, прочту вопросы, которые есть. Так, читаю вопрос Владимира. Допустим, к календарю имеет доступ две роли. Ведется ли журнал изменений, которые эти две роли будут носить? Как отследить, кто, что и когда изменил? Если это понадобится, конечно. Конечно. Это часть очень большого вопроса, который для нас имеет большое значение. Если ответить коротко, то, увы, на данный момент журналирование действий пользователей не ведется. У нас не очень часто эти запросы случались. В частном порядке мы эти задачи в состоянии решать, но, по существу, пока это остается только планами на будущее. Вообще, то же самое можно сказать про всякие действия всяких пользователей. В целом, они не документируются. Это да, это надо учитывать. И это отчасти компенсируется возможностью переписки внутри RPM. Но таких журналов не ведется. Второй вопрос. Нужен ли еще вариант доступа в визирование? То есть, не чтение, не редактирование, а посмотрите, наложить резолюцию или визу. Как вы видите, в коробочной версии этого нет. Но это возможно, как определенная доработка, потому что мы готовы отталкиваться от тех рабочих процессов, которые у вас есть. Мы же прекрасно понимаем, что имеем дело с организациями, в которых есть порядок документа оборота, который просто нельзя менять. И в таком случае мы предлагаем это в качестве дополнительной доработки. В общем, ничего в этом сложного нет. Добавляется еще одна сущность. И в Пайлотайс этой части так существует. И там существуют подписи, конечно. И так далее. В нашем случае, да, можно добавлять еще одну сущность. Можно две добавлять. Потому что, если вам это любопытно, могу сказать, что бывают ситуации, когда, например, задачу, прежде чем поставить исполнителю, должны одобрить ему даже не один человек, а два, три, четыре. То есть, если речь идет о какой-то большой трудоемкой задаче, то, допустим, визирование может быть довольно сложной процедурой, состоящей из подписи нескольких людей. И такие решения мы предлагали. В частном порядке они в той ином объеме реализовывались, но это именно частные решения, которые в общую коробочную версию пока нет оснований выносить. Это просто будет усложнять систему и превращать ее во второй Microsoft Project, против которого ничего не имею, кроме того, что там есть куча функций, которыми мало кто пользуется. Это вот наш подход к созданию продукта. Так, ответил на ваши вопросы, надеюсь, в том объеме, в котором мог. Если что, мой имейл, надеюсь, для вас уже не секрет, и имейл Ильи Орлова, и, соответственно, мы можем спокойно общаться и в переписке, и по звонку, и по скайпу. Если очень надо, то можем и в гости приехать. Так, хорошо. Давайте вернемся к свойствам проекта. В общем, тут все просто. Есть права доступа. Мы эти права доступа назначаем либо тем, кто имеет возможность видеть наш план-график, либо тем, кто имеет возможность еще вносить в него какие-либо изменения. Вот у нас есть три уровня. Нет доступа, чтение, чтение, запись. Да, так вопрос еще. Возможно синхронизация календаря с 1С, например. Если коротко сказать, то да, возможно. Да. Были ли случаи интеграции, так, значит, как минимум два могу вспомнить. Но здесь, Эмиль, предлагаю, если интересно, это мы уже просто отдельно с вами обсудим. Вот здесь есть некоторый элемент конфиденциальности, и все, что можно, я вам, конечно же, расскажу. В любом случае, скажу, это хоженые дорожки, это известно. И опять же, надеюсь, вам понятно, почему этого нет в коротко. Потому что у каждой организации своя инфраструктура, и во что интегрироваться заранее не угадаешь. Это просто огромное количество лишнего труда для всех. Так, хорошо. Еще раз возвращаюсь к свойствам проекта. Если нет доступа, то что это означает? То есть, что просто в портфеле не будет, допустим, нет человека здесь в списке даже на чтении. И ему пароли читать не положено. Он просто не увидит этот план графика. Поэтому вот мы сейчас с вами еще раз вернемся, например, к нашему Ивану Иванову, откроем его портфель проектов, и выберем вообще все, все-все-все, что ему видно. И мы видим, что ему по роли недоступны какие-то планы графики. И только там, где он какую-то работу делает, он автоматически становится сотрудником, которому доступно для чтения не только своя работа, но и весь план график. А всего остального не видит вообще. Так, и при этом, вот допустим, Питал сюда может с правами на чтение. Но что он там может изменить? Только то, что ему полагается по его задаче. Какие ограничения есть у пользователя, которому выдано задание на декомпозицию, но который не имеет права на редактирование всего проекта, всего плана в целом. Итак, у нас есть Иван Иванов, по нашей легенде, это начальник отдела. И вот этап номер 8, это суммарная задача, внутри которой ему необходимо сделать декомпозицию. То есть как распланировать, раздать задачи, задания на сотрудников, допустим, своего отдела. Мы можем и видеть, что сейчас находится эта суммарная задача в стадии планирования. Вот у нас соответствующие индикаторы здесь есть. И также мы видим, что эта задача суммарная, которую мы назвали этап 8 декомпозиция, связана с этапом 7 и с этапом 9, соответственно 7 до, а 9 после. И связи у нас стоят finish to start. Таким образом, получается, что невозможно у 8 этапа сдвинуть начало или конец в большую сторону. Давайте проверим, получится ли у нас это сделать. Вот я заранее создал две задачи внутри этапа 8. И мы видим, что дальше влево, то есть на более ранний срок, мы сдвинуться не можем, потому что ранее у нас стоит этап номер 7, на который у нашего Иванова права только на чтение. Соответственно, он не может никак двигать эту задачу, ничего с ней делать не может, и вынужден подчиняться вот этим внешним ограничениям. То же касается, если мы, то же происходит, если мы хотим сдвинуть задачу на более поздний срок, нежели чем начинается этап номер 9. Поскольку суммарная задача здесь тоже связана определенным образом, ее мы двигать никак не можем, не получается у нас. И соответственно, продлить любую задачу внутри суммарной задачи этап 8 мы также не можем. Вот такие у нас есть ограничения, потому что таким образом ГИБ нам их обозначил. Обратите внимание, что несмотря на все эти ограничения, наш Иванов видит все задачи в плане, потому что видеть их частично невозможно, ну иначе невозможно ориентироваться вообще в том, что в проекте происходит. Таким образом, если у вас есть пользователь, которому доступно для чтения по любой причине хотя бы одна из задач внутри проекта, он видит все задачи этого проекта, этого плана графика. Это важное дополнение. Ну а тем временем, сейчас зайдем от имени Египа, отменим эти ограничения и посмотрим, что после этого сможет сделать Иванов. Я выхожу. Заходим в систему сейчас с максимальными полномочиями. Пока нас интересует только полномочия на данный конкретный проект. И посмотрим, что мы здесь сможем сделать, что мы поменяем. Итак, мы видим все те же задачи, все то же, что было у нас у Иванова. Разумеется, при нормальной работе все происходит одновременно, потому что и Егип, и начальник отдела сидят в системе одновременно и друг другу не мешают. И те изменения, которые они производят, вместе складываются на сервере, где хранится база данных, и противоречий здесь не возникает. Вот мы сейчас просто уберем связи. Убираем связь первую, убираем связь вторую. Тем самым, вот мы сняли эти ограничения и возвращаемся теперь снова в систему от имени Иванова. Посмотрим, как эти изменения повлияли на его возможности. Итак, мы видим все тоже наш план. Мы видим, что ограничения мы сняли. Давайте проверим задачи 1 и 2 внутри суммарной задачи этап 8. Можем ли сдвигать на ранние сроки? Можем, да, в общем, куда хотим. Как видите, вот ограничения исчезли. Можем ли мы в другую сторону сдвинуть эту задачу? То есть, дату окончания? Можем, опять-таки. Никаких ограничений в данном случае у нас нет, ну, потому что они извне не были предопределены. Можем добавить третью задачу при необходимости. Это уже не принципиально. Важно было бы вам понять, и вот то, что я сейчас стремился вам показать, что есть ограничения внешние, накладываемые тем, что у данного пользователя неполные права есть на текущий проект. И если по какой-то причине у вас не двигаются эти задачки, когда вам дали задание на декомпозицию, это значит, что где-то возникло логическое противоречие. Важно его поискать. В первую очередь, это может быть связано с фиксированным, с директивным ограничением сроков задачи. То есть, для примера я показал, что вот такие замочки появляются. Либо, как я показал чуть раньше, есть связи, которые невозможно преодолеть на текущем уровне прав и каким-то образом их нарушить. Это важное замечание. Эту вставочку пришлось сделать для того, чтобы разъяснить именно этот момент. Могу сразу немножко авансом сказать, что где-то уже в начале следующего года систему декомпозиции, то есть перепланирования задач, мы будем немножечко менять и будем добавлять инструменты, которые позволят сделать более гибким и управляемым процесс перепланирования плана. Потому что мы понимаем, что это одна из самых неприятных точек в проектной деятельности, а именно, когда нарушаются первичные какие-то наши планы и нам нужно, видимо, как-то все устанавливать, снова выдавать задания на декомпозицию, создавать новый план и действовать в соответствии с измененным планом. Вот поэтому некоторые изменения претерпит вот эта система, но в том виде, в котором она есть сейчас, для большинства ситуаций она, в принципе, вполне рабочая. Хорошо, много слов я наговорил. По сути выделения прав я сказал, пожалуй, все основное, на что хотел обратить ваше внимание. Если резюмировать, то еще раз мы начинали. Это конфигуратор, это роли, это по умолчанию нет доступа, это выделение ролей в соответствии с вашими процессами, экономная, бережливая раздача полномочий, потому что, если кому-то здесь в соответствии с ролью чего-то не хватает, то в рамках работы над отдельными планами и над отдельными задачами вы всегда права можете додать. В общем, это общая логика. Дальше, если возникают какие-то коллизии, связанные с правами, ну, в общем, если при этом сотрудники находятся далеко друг от друга, ну, используйте режим уведомлений, режим сообщений. Вот переписка это то, что никогда не удаляется и всегда фиксируется. Это я немножечко подсластил свой негативный ответ Владимиру, что, в общем-то, есть вещи, которые фиксируются всегда. Это как раз-таки переписка по задачам проекта. Основная часть у меня закончена. Пожалуйста, ваши вопросы. Вопросы я не вижу. Я так думаю, что они начинаются, когда уже переходим к практике, либо в частном порядке. Конечно, с некоторыми из вас мы их уже решали. Хорошо, значит, еще раз хочу сказать, что я, мой коллега Илья, если надо, другие люди, очень легко и даже азартно вовлекаемся в держку пользователей и, в общем-то, как мы считаем, это одна из важных составляющих, потому что никогда инженерный софт такого уровня не может внедряться без какого-либо сопровождения пояснения. Сам по себе RPM как инструмент не слишком сложен в освоении и, соответственно, вопросы настройки и так далее можно осуществлять удаленно с нашей стороны и предлагаю вам этим пользоваться. Ну, а сейчас спасибо за ваше участие, за то, что уделили время и надеемся на продолжение нашего диалога. Спасибо и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok